приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларис сегодня такое коротенькое видео о небольшом нашем открытии видео посвящено латексным покрытием как вы уже догадались из названия видео ну в чем суть проблемы проблема в том что латексные покрытия продаются в достаточно больших объемах заводские упаковки и у нас практически нету возможности но заводская упаковка начинается от 50 литров некоторые производители делают от 10 литров и у нас нет возможности купить заводскую упаковку мы покупаем получается обычно в каких-то емкостях в интернет магазинах для сыроделия какие-то покрытия и и получаем какой-то результат не всегда можно рассчитывать на добросовестность интернет магазинам и зачастую под видом одного покрытия нам продают совершенно другое ну вот наглядный пример написано покрытие для сыра водная дисперсия на сегодняшний день мы испробовали наверное с десяток разных латексных покрытий почему латексные именно на мой взгляд это все таки самое удобное и самое беспроблемное покрытие пакет термоусадочный несет в себе риски появления плесени под пакетом потому что все таки остается все зависит от того насколько вы его плотно завяжите насколько герметично будет завязка воск для сыра он полностью он не не дышит он не мембранный то есть он полностью запечатывается и следовательно некоторые процессы созревания которые связаны с тем что через корочку сыра должны выходить пары углекислоты они останавливаются латекс он дешевый он дышит то есть он имеет мембранную структуру и в то же время он очень легкие в самом покрытии то есть с ним работать проще всего но последнее время мы как бы начали сталкиваться с тем вообще когда начинаете употреблять домашнюю пищу то есть ну вот домашние сыры домашние колбасы после этого очень резко чувствуется вкус магазинного продукта и вот последнее время вкус химии так как мы уже давно перестали есть продукты из магазина вкус вкус химии ощущается очень резко у нас поменялись вкус и допустим также человек которому первый раз даешь попробовать домашнюю колбасу он говорит что там об искусное пока он не распробует после этого даешь ему так про попробовать такую же магазинную вкус он сразу же отличает из чек сразу же чувствует химический привкус то же самое с вами пользуясь латексными покрытиями мы обратили внимание что эти покрытия они сами по себе имеют достаточно сильный синтетический запах и этот запах зачастую передается сыром также очень многие продавцы заявляют что их покрытие антибактериальные и имеют составе какие-то антибиотики но антибиотики тут вообще неправильно в составе покрытия должен быть противогрибковый препарат нетомицин так вот сыр который был покрыт латексным покрытием из интернет-магазина купленного на разлив вот и он реально заплесневил то есть он лежал на созревании мы уезжали на месяц и нижняя сторона на вот здесь вот даже видно остатки плесени я сейчас покажу крупным планом пришлось смывать то есть не то что покрытие не противогрибковая а на самом покрытии растет плесень рассчитывать на добросовестность продавцов конечно нужно но все равно к этому надо подходить осторожно поэтому долго пробовали и нашли один вариант часа вам расскажу какой вариант этот покрытие полимерное покрытие голландской торговой марки паракод которая на водно полимерной основе ну как бы чем она отличается от латекса я сейчас буду показывать во первых внешним видом латекс не прозна не прозрачный покрытие паракод оно прозрачное по цвету сейчас мы будем покрывать вот у нас здесь есть два голландса будем покрывать эти голландцы латексом и паракодом я вам покажу в чем разница а значит в чем преимущество именно этого покрытия во первых она не имеет такого запаха резкого вот я возьму сейчас паракод конечно вам надо само самим это почувствовать и услышать то есть вот здесь вот синтетического такого химического характерного запаха латекса практически нет он есть но он но я засовываю нос в бутылку если бы был резкий запах мне поударил то есть когда берешь обычное латексное покрытие которое ну и тут реально вот я тоже самое делаю жду захватывает то есть она имеет очень резкий запах но это первое соответственно этот резкий запах передается ссылку вот как и обещал показываю крупным планом сред следы плесени здесь хорошо видно лариса ее смыла не посоветовавшись со мной а я как раз хотел снимать это видео то есть хорошо видно вот он снизу там где лежал был полностью покрыт плесенью второй очень сильный недостаток это покрытие не создает достаточного барьера для выхода влаги этот сыр созревал полтора месяца и вот по краю образовалась высохшая корочка у меня вообще вот такое впечатление что но такое впечатление что он созревал вообще без покрытия хотя этот сыр покрыт в три слоя достаточно толстый слой латекса то есть он отслаивается он хорошо чистится но тем не менее он не создает достаточного барьера для выхода влаги получается что сыр пересыхает ну и по внешнему виду давайте сравним с паракотом совершенно разное как видите то есть это это покрытие реально она прозрачная даже по внешнему виду сыра видно смотрите здесь сыр не пересох он совершенно спокойно продавливается его спокойно продавливаю пальцем здесь я его реально продавить не могу он такое впечатление что он по верху задубил полностью все технические характеристики вот тех условия которые дает производитель по покрытию пара код пара код я размещу в описании этого видео также ссылка на интернет-магазин где его можно купить но по крайней мере в украине его нашел в одном интернет-магазине только и говорят что на постоянной основе будет там продаваться и помимо этого к новому году будет еще красная не только желтая но и красная так вот одно из преимуществ этого покрытия но самое главное что она на водно-дисперсионной основе то есть она не на латексной основе это полимерное покрытие на водно-дисперсионной основе производитель заявляет что покрытие обладает свойством ну которая дает уменьшенное высвобождение влаги то есть препятствует пересыханию сыра способствует его правильному созреванию и в то же время само покрытие является газопроницаемым то есть дает возможность выходить углекислоте которая образуется в процессе созревания сыра давайте попробуем мы посмотрим на него во-первых это я наливаю покрытие пара код видите какой она цвет имеет не буду показывать черный латекс это я наливаю латекс причем мне вот кажется иногда что продавцы даже которые заявляют о том что они продают латекс импортный продают его вовсе не импортные какого-то отечественного производства вот разница теперь давайте начнем наносить это на сыр ну обычный латекс он реально зловонный то есть он но он очень резкий запах имеет я практически уверен что смотрят это видео люди которые в теме и представляют себе что такое как пахнет латекс который продается в интернет-магазинах и как он проникает в аромат сыра то есть реально когда скрываешь головку пока она не проветрится внутри полное ощущение что ты жуешь латекс вот вам разница во внешнем виде причем вот я тоже первый раз покрывал эту головку которую вы только что видели ну было удивительно думаете у такого странного цвета оказалось с высыханием она цвет свой меняет также сама покрывается два-три раза в общем не буду вас своим трёпом нагружать полностью инструкцию я размещу в описании видео просто вот так чтобы вы посмотрели как отличается начальный результат и как отличается конечный результат также по поводу расхода хотел сказать за одно покрытие я не знаю почему но вообще производитель заявляет что на 12 килограммовую головку гауды уходят 3 уходит 30 грамм покрытия но мы заметили что заодно мы покрываем три раза сыр длительного срока созревания короткого срока созревания два раза но все равно для того чтобы сама шкурочка снималась хорошо когда сыр уже нарезан ломтями она должна быть более-менее толстая то есть два раза эта шкурочка начинает как раз крошиться вы не сможете снять за один раз за три раза сейчас покажу как снимается отрежу кусочек этого сыра вот видите как она снимается то есть для того чтобы так снималась надо покрывать три раза потому что два раза обычно обычно начинает рваться мне все-таки нравится сыр но не срезать эту корочку с готовых ломтей а так чик и снять так вот этот парокон за за один проход за одно покрытие происходит производит более толстую пленку не знаю мы сейчас пробуем сделать делать сыр и вот этот вот три раза будет покрыт этот два раза будет покрыт как бы тоже хочу посмотреть на результат но мне кажется то есть вот за три за три прохода за три прокрыть покрытие пленка образовалась очень толстая но и в то же время самое для меня главное что этот сыр не засох что он сохранил эластичность все этот вообще ну тут под дубовый и так ссылку на водное дисперсное покрытие найдете в описании видео на покупку интернет-магазин отправляет покрытие не только по украине но и по территории снг все это мы узнали и у меня два объявления первое объявление в течение ближайших двух недель мы с ларисой совместно с украинской компанией потом расскажу с какой разработали мини сыроварню сыроварня на 25 литров для работы с 20 литрами молока анонс заключить заключается в том как бы сыроварня будет в нескольких комплектациях и для приготовления на плите ну на обычном на внешнем нагревателе и с встроенным теном и с автоматикой и смешалкой в процессе разработки этой сыроварни мы учли абсолютно все нюансы которые у нас возникали за вот нашу четырехлетнюю практику варки сыроп поэтому сыроварня наверно будет ну не скромно будет сказать лучшим продуктом на рынке но я очень много смотрел очень мало производителей которые берутся делать сыроварни в основном берутся делать сыроварни производители самогонных аппаратов почему-то так вот очень мало производителей которые берутся делать сыроварни они в теме люди делают что-то но не представляет себе даже самого процесса мы учли абсолютно все нюансы поэтому вот скоро представлю этот продукт и он будет также доступен для заказа и для продажи то есть будет готовый продукт на складе и можно будет его заказывать под заказ с вами очень интересно ждите видео вот самое ближайшее время думаю недельки две-три и я его опубликую второй анонс следующий я заканчиваю разработку автоматики с помощью которой можно будет переделать обычный бытовой холодильник камеру для созревания сыров к моей автоматике можно будет подключить вентилятор сам холодильник и любой даже бытовой увлажнитель воздуха все это как бы поместить в обычный холодильник и получить камеру с очень точной регулировкой температуры гистерезис гистерезис можно будет выставлять до 1 градуса то есть грубо говоря вы выставили или до 0 5 градуса вы выставили 11 градусов значит перепад температуры вас будет всего лишь пол градуса автоматика будет автоматически включать и выключать холодильник вторая функция это увлажнение то есть тоже выставляем допустим там 2 процента влажности 85-87 нам надо влажность 85 процентов выставляем 85 87 автоматика в нужный момент когда влажность падает включает увлажнитель воздуха когда влажность повышается она его выключает до нужного уровня и третий момент который почему-то очень многие упускают из виду это проветривание я предусмотрел проветривание которое можно будет программировать количество проветриваний и время проветривания то есть в холодильнике ставится обычный вентилятор хоть от компьютера кулер хоть любой другой там вентилятор канальный для вытяжки которые используют для санузлов и в нужное время вы себе программируете вы хотите сделать 4 проветривания в сутки с перерывом сколько там получается каждые 6 часов правильно проветривание будет длиться к примеру 5 минут вы программируете это проветривание и у вас будет заданное время в нужное включаться вентилятор мне интересно почему об этом говорю мне интересно услышать ваше мнение будет ли востребована такая автоматика хотели бы вы ее купить для себя на самом деле эту автоматику я тоже представлю отдельным обзором где-то через месяц через полтора будет обзор отправлять буду по всему снг по поводу стоимости расскажу позже а сейчас прошу написать в комментариях насколько это для вас интересно то есть хотели ли вы бы купить такую автоматику чтобы переделать не покупать дорогущую камеру а достаточно бюджетно можно будет купить даже бушный холодильник советский подключить его к этой автоматике и получить полноценную камеру для вызревания сыровой колбасы такой у меня друзья к вам вопрос пишите в комментариях мне будет очень интересно узнать но а по поводу по поводу покрытий вот мои личные предпочтения то есть мне захотелось с этим этим поделиться потому что действительно среди некоторых дурно пахнущих но те на сыр пахнет латексом ему полтора месяца мне нам наснимали дегустацию этого сыра мне очень не понравилось во первых то что он пересох по краям во вторых то что все таки он имеет запах думаю что впредь такого не будет поэтому с удовольствием делюсь с вами так сказать этой приятной новостью спасибо за внимание дорогие друзья подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх а мы с вами готовим для вас много интересных сыров всего доброго пока